...аналитики, потому что мы смотрим с вами United против Team Liquid, и сейчас будет карта DeMirage, и судя по тому, что мы видели только что на оверпассе, заруба может быть серьезной. Да, и плюс опираясь на предыдущую карту, да, ты говоришь, что мол, ну окей, это было онлайн, как бы это все понимаем, но я считаю, что у United реально есть шанс хотя бы одну карту отжать. Да и были шансы на оверпассе, по-хорошему, там просто Liquid в атаке начали показывать действительно ту сторону атаки, которую мы привыкли от них видеть. Да, в обороне были проблемы, но вроде как 8-7 счет для оверпасса в принципе играбельный, но это были United, и их, к сожалению, не хватило. Если говорить конкретно за Мираж, то я считаю, что тут во многое будет зависеть от того, как Стюи себя будет реализовывать на карте, потому что Купер вроде как по киллам смотрится довольно уверенно. Вот я от Стюи уже давно не видел крутых хайлайтов, хорошие приемки, и, возможно, от ВП действительно так и будет строиться игра. Последний Мираж, который был сыгран между этими командами, тоже ЕЦС, 16-3 в пользу команды United. Ну это дома, окей, дома это отдельная история, да, то есть LAN это все-таки несколько другая тема. И вот как мне кажется, все равно, несмотря на то, что у команды United сейчас обновленный состав, фрикозоид, его братик, братишка, все это все круто. И они должны зажигать, не знаю. То есть, обращая внимание на форму команды Liquid, хочется сказать, что типа, камон, чуваки, проснитесь, иначе у вас сейчас просто... Ну что-то с вами будет, потому что там будет грязное 18-плюс видео. Подожди, там грязное 18-плюс видео будет, когда они на астральс попадут, а они на них попадут сегодня. А, да. В 99-процентном случае, да, потому что противник, что? Ничего. Или не попадут. Ты хочешь возразить, что ли? Или не попадут. У нас сегодня игра победили G2, у нас же группа А. Да, они завтра будут играть. Потому что на правильной трансляции лузера там будут. Да, окей, хорошо, значит, завтра это все произойдет. А откуда он это делает? Что? Ну ладно, все. Нет? Ну на правильной трансляции лузера? Я не уверен, что там будут лузера. Я сколько видел по расписанию, да? Ну ладно. Не важно. Важно другое. Важно то, что крепкая заруба-то их ждет, но, наверное, не сегодня, и не против United, потому что, понятное дело, что здесь Танни скорее всего... А тебе Overpass не понравился? Надо закрыть. Ну 16-12, ну камон. Ну ты посмотри, первая половина 8-7. На самом деле, если бы Ликвы так и не включились, мы бы видели допы. Там реально вот раунд на Б. Пока не включились, но о том, что команды имеют свойство долго врубаться, когда первый матч, там, типа, группы, все дела. Ну опять же, это Ликвы. Приехали только на турнир, раскликались там. А вот это United. Да, но United в миллиард раз более мотивированные. Да. Только что, будучи командой топ-1 по HLTV Work, короче, приехал на мажор. Только что все было плохо. Ты, значит, еще очень долгое время тренировался. Вполне вероятно, они взяли еще и отпуск, скорее всего, потому что логично, что у них отпуска, как у всех команд. Перегрили. В Москву им на Бласт не ехать не нужно было. Естественно, сюда, в Нью-Йорк тоже по лайту, что-то, ну, 200 баксов, ну, 200 тысяч, я имею в виду, после мейджора. Это, наверное, небольшая мотивация, поэтому они, скорее всего, просто не в самой лучшей форме. А с Тьюи, замечу, работает тенденция, как и у очень большого количества киберспортсменов в любой дисциплине. Чем больше ты ротик разуваешь, значит, тем больше потом у тебя проблем по скиллу. Потому что мы помним момент, когда Тьюи начал реально вот бомбить. И в Твиттер, короче, высказывать, и на интервью рассказывать про то, какие они мощные, сейчас всех уничтожат. Вот. И просто буквально месяц проходит, и да, они берут вот этот интергландслэм, купаются в золотых слитках, все у них замечательно, все хорошо. А после этого хопа и полетело вообще. До свидания, домой. И это, наверное, ситуация прям вот классика-классик. Единственное, кто, наверное, имеет возможность так говорить и не улетать домой, это симпл. Но и в последнее время, честно говоря, даже он не доказывает. Даже он улетает. Вот. Ну, на самом деле, как мне кажется, это все равно, да? Ну, понятно, что вот говорить на камеру, вот мы лучше туда-сюда. Как тебе десятка коэффициент на нашего партнера париматч? Симс Гуд. Ну, это на матч-винер, это не на карту. Ну, да, это не на карту. На карту, наверное, я думаю, там семерка что-нибудь. Да не-не-не, на карту, я думаю, что-нибудь типа там тройка на 1-25. 3-2-двоечки, 3-2-двоечки, да? 1-25-3, что-то такое. То есть, ну, здесь не будет особо... Какой 1-25, ну, что-то? На ликвиду? Я думаю, 1-2. Не-не-не, слишком. Надо, чтобы там вообще типа... После такого оверпаса нет. Не, просто, я думаю, будет браться в учет статистика последнего матча 16-3. То есть, и так или иначе, это кайф немножко поднимет. Хорошо, вопрос другой. Ладно, давайте просто по количеству раундов. Самый реалистичный, мне кажется, сценарий. Это 26,5 плюс или 29? 16,9, 16,10. То ТБ не будет. ТБ не будет? Я думаю, не будет. С чего бы? Откуда ты берешь эту информацию? Откуда, да, вот это у тебя космос там прилетел в себя или что? Я просто прочитал Пчелкина. Он сегодня написал сценарий. Написал сценарий, значит, да? Он писать имеет. А там еще рэп пишет. Сценарий, я имею в виду. Да, и еще рэп пишет. И говорит, короче, если сейчас будет ТМ, то я прочитаю рэп. Так и было. Я пытаюсь, короче, получить информацию от сидящих рядом комментаторов. Так и было. Судя по фейсбалму, короче, так не было. Леха сказал, что ты пишешь рэп. Леха не может сейчас нам ответить. Он ФК в тарелку. Да, он показал. Это радостно. Но вопрос остается в том, что если мы вообще выходим на третью карту, что не реалистично. Ну, судя по всему. Судя по всему рук. Это как бы круто. Но вообще-то, да. Должно быть 2-0 за ликой. Пускай они в очень такой раслябанной форме. Да, не все получается. Я бы сказал, что United даже, как ты сказал, уже замотивированы. И они рассчитывают на то, что, скорее всего, одну карту отожмут. Но то был оверпасс. Сейчас мираж. И я искренне хочу верить, что будет больше, чем 16-10. Но что-то никак не должно работать. Не нравится. У нас просто... Тут от пистолеток еще, как мне кажется, много зависит. Типа на миража. То есть, сейчас это же выбор команды Liquid. Они, скорее всего, начнут за атаку. Ну, Liquid очень любят ва выходить в атаку. То есть, B-контакт у них это... Ну, не то, чтобы B-контакт. Либо B-контакт, либо быстрый B у них практически вообще отсутствует. То есть, они разыграют либо одного засылать на middle или underpass. Вдвоем пытаются сплетить middle, втроем идут с раскидка A. Возможно, один, который играет на миду. Точнее, один будет смещаться обратно под TRS, раскинуться как-то и будут выходить в А. То есть, за это пистолетка интересно посмотреть. И вас призывают, дорогие друзья. Не знаю. Вот здесь на пистолетку поставил команду... Точнее, на команду Liquid, что они ее заберут. И очень интересно, как команда United подстроится. Наверняка они смотрели демки, наверняка они знают, что делает команда Liquid. И вот мне интересно, будет ли это дефолтно. Типа, пацаны, давайте один играет с тикета, один играет с окна и три укрепления базы B сделаем. А те пойдут сплитом на А. Скорее всего, Liquid пойдут на А. И что нужно делать, когда ты идешь с пистолетки на А, видишь на тикет-боксе? Правильно, там у тебя по-любому есть слэшки. Ты идешь душить КТ. То есть, ты выжимаешь КТ, просто освобождаешь себе весь Аплент и ставишь бомбу. И вот, и как, по-моему, до мажора еще, по-моему, одна команда, это была MousSports, которая могла с ретейк пистолетки сыграть против команды Liquid. Тяжело, но было, да. Ну вот, то есть, типа... MousSports вообще играл во что-то. А последнее время я что-то, по-моему, в их не отстанет. Я сказал специально до мажора. До мажора. До мажора. Хорошо. Да, потому что мажора является уже горкой вниз для команды Liquid. Кажется, у них горка вниз была предыдущей мажор, когда они даже на мажор не вышли. Вот это была горка крепкая. Один говорит про Liquid, другой говорит про MousSports. Нет, про MousSports, да. Вы законнектитесь, пожалуйста. Нет, я просто говорю, что Liquid, да, вот именно спад начался. А, друзья, давайте по предиктам. Я... 2-0. Меньше 16-10. Меньше 16-10. Я просто на победу Liquid поставлю. Просто без каких-либо... Ну, у меня нет связи с космосом, извините. Ну, ничего, мы потом добавим тебя. Проапгейдим немножко. Давайте, друзья, отправляться к нашим комментаторам. Работа для вас все еще будет. Пчелкин вместе с Крэгги. Парни, забирайте. Да, друзья, вторая карта. И эта карта у нас будет Mirage. Первая карта у нас прошла очень-очень интересно. Вот первая половина была 8-7. Максимально близкая от команды United и от команды Team Liquid. Дальше во второй половине мы уже видели, насколько, можно сказать, разогрелись ребята из Liquid. И показали, что все-таки они не просто так топ-1. Ну, а United действительно молодцы. Посмотрим, что будет на второй карте. Все-таки на первой был пик команды United. Сейчас же выбор команды Liquid. Ну, а пока ждем начало. И, разумеется, Леш, как думаешь, больше 10 раундов или меньше? Вот Андрей у нас уверен, что меньше будет. Мне кажется, что где-то десяточку точно ребята из United должны брать. Андрей вообще слишком много информации у нас знает, мне кажется. Поэтому тут спорить с экспертом не с руки. Потому что он сегодня у нас аналитик. И, надеюсь, он прав. Надеюсь, он прав. У нас еще есть время, чтобы поговорить. Потому что, ну, немножко затягивается у нас разогревчик. И команды пока там у нас настраиваются, пока готовятся. Ну, в идеале, в идеале и United хотя бы снова удивить нас. Да, я не говорю там про один-один по карте или там еще что-то. Да, просто удивить. Просто показать хороший Counter-Strike, чтобы с ними начали считаться. Да, по ходу этого турнира. Чтобы им как бы так, знаешь... Вы молодцы. Вы красавцы. Вы вот, вы показали, что вы можете. Вот вас все недооценивали. А вот вы показали, что вы можете. И вы молодцы. Наш обсервер Дональд Дэнни. Привет тебе. Привет вам всем. Спасибо большое, что смотрите. Это студия RUHUB. Это ESL One New York. Это вторая карта De Mirage. Их коллектива Team Liquid. И мы начинаем. Мы начинаем. Liquid'ы будут атаковать. И на этот в защите. Пять юспов, четыре армора. Которые бегут уже. Это будет быстро. И, по всей видимости, первый пистолетный раунд. Приказоид двоих забирает. И все еще живет. Приказоид троих забирает на этом Меду. Ну, Твист остается вместе с Нитро. Последние игроки, выжившие у команды Liquid. Здесь бегут на Б-плэнд. Нитро ставит голову по марке. По-прежнему большинство для команды United. Но в два в четыре будет, с одной стороны, сложновато заточить Liquid'ом. Но тут Твист уже уходит в Китчен. Не заметил никого. Там игрок спрятался. Венити против Твиста. Твист все-таки убивает Венити. Два в два. Ситуация теперь. Нитро вместе с Твистцом. Последние игроки команды Liquid против Фуда. И Приказоид. Приказоид уже три фрага сделал. Но на большее, по всей видимости, его не хватит. Это клатч-раунд для команды Liquid. Два в четыре. В какой-то момент времени этой пистолетки была история для команды Liquid. Да вот они, коэффициенты от нашего партнера. Примач на победитель второй карты. Один в семнадцать на Liquid. И четыре и семь на команду United. Сразу начинают бодро. Но Liquid также начинали и на карте Overpass. Первый раунд пистолетка у них не так напряженно, как здесь проходила. У них было все очень хорошо. Там прям разрывали кабинеты. Еще четыре игрока, если не ошибаюсь, в живых осталось после первой пистолетки на предыдущей карте. Здесь немного похуже, но все равно Team Liquid забирают первый раунд. А Force от United. Есть три дегла, есть два ЦЗ. Эти пистолеты могут, особенно вблизи, показать, кто здесь хозяин. Кстати, фриказоид после первого раунда уже три килла в своей статистике имеет. Венити на приемке бита. А здесь Нав. Но должен прочекать, по идее. Что там у него есть? Нет, у него по гранатам вообще ничего. Просто пока ждет. И чекнуть, и чекнуть, и чекнул. Да, все-таки перестреливает у нас Венити. И Фуд. Еще один напорник базы А. Но здесь уже бегут. Бегут вместе с бомбой. Атакующая команда. И смещение вроде как сюда тоже идет. Фуд. Не перестреливает на АП. 54 хп остается у него. И лишь так же открывается на шорт. Там был Купер. Купер серьезно накоцал своего оппонента. Марки не удается тоже перестрелять. Ну и приказует последний. Улучшает еще свою статистику. 4 на 1. Но информация по нему известна. И его так же закрывает Team Liquid. Форс не удался. Ничего страшного. Сейчас Team Liquid будут играть против экономического раунда. Да, здесь United могут взять только лишь какие-то пистолеты. P250 и может быть, не знаю, Diggle или 5-7. Но лучше, конечно же, сэкономить деньги до следующего раунда. Так или иначе, это будет потенциально 3-0 для команды Liquid. Ну а тут два МАК-10 у ребят из команды Liquid. В принципе, могут еще и подфармить все это прекрасное дело. Ну и минуту в 45 бегут ребята из Liquid уже быстренько на точку B. И лишь открывается МАК-10. Никого не боится. Ну а B пустое. В принципе, там нечего бояться. Марки, правда, выходят убиваясь с Тьюи Тукея. 5-4. Но бомба-то уж должна устанавливаться. И раунд тоже спокойно забирается. Да, без особых проблем. Только с Тьюи потеряли. Ну и тут вот так вот быстро-быстро Team Liquid разбирается. Из последних новостей 9 минут назад буквально GetRight покидает коллектив NIP. Между прочим. Вот. Ну, вроде как об этом слухи давно ходили. Что после мажора, что после турниров каких-то, что там еще, еще, еще. Но вот теперь уж точно GetRight не является частью NIP. Уходит легенда вслед за Зевсом, кстати говоря. Вот такие вот новости. Из мира Counter-Strike. У нас с вами 3-0. Все складывается для Team Liquid пока удачным образом. Но. Сейчас Байот и United. И ребята могут попытаться начать забирать свои раунды в защите. Да, понятное дело, что вражеский пик. Потому что Team Liquid себя на Мираже чувствует лучше, чем на Оверпассе. Оверпасс все-таки у них не самая топовая карта. И сегодня они уже показали, что могут раунды-то и отдать. Но в последний момент собрались и забрали. 40 минут позади. 40 секунд. 40 минут. Ну вот в конце этой встречи, скорее всего, 40 минут и будет. 40 секунд пока позади. Liquid не торопится. Алик для Купера. Мы видели уже, насколько круто Купер отыгрывал нас со снайперской винтовкой на первой карте. Действительно, очень много клатчей. Мы помним, как они вдвоем и своим тиммейтом вообще забрали раунд. Но, к сожалению, вот этого всего не хватило, чтобы достичь нужного результата. Ну, именно победы на первой карте. Liquid не торопятся. В этом четвертом раунде спокойно заходят в коннектор. В четвером они это будет сплит Аплента. Один игрок будет заходить с ковров. Четыре игрока с коннектором. Возможно, там еще и через шорт, через окно в джангл пойдет игрок и найдет своих оппонентов. Также еще и в третьей позиции. Но нам спокойно выходит. С ковров убивает Венити. Купер остается последний из запорников Аплента. У него снайперская винтовка. Не очень мобильный девайс, скажем так. Ну и, возможно, имеет ли смысл здесь уйти на сейв. Ну вот Купер еще пытается кого-то здесь найти. Если какой-нибудь фраг будет, то можно попытаться. Но в итоге Сью-Токи убивает Марки. Это 5 в 3. Это уже меньшинство для команды Юнайт. Эта бомба стоит. Можно просто постараться уйти на сейв. Но мы видим, что там, возможно, даже Эликады не отпустят отсюда Купера. Но он это прекрасное дело понимает. Вот он Твист. Вот он Фут. Будет ли встреча, пока не ясно. Но, конечно, три девайса хорошо бы было унести в следующий раунд для команды Юнайт. Будут стараться. Вот Фут, например, Твист уже перестреливает. Правда, Элиш открывается по игроку с никнеймом Фут. Перестреливает его. Перестреливают еще и Купера. Выбивают, в принципе, все девайсы. Можно там еще один авик забрать. Если у Сьюи не увидел, это он подобрал АВП или не он. Вроде бы как он подобрал авик. И у Ликвид все очень хорошо сейчас. Потому что потеряли только одного бойца. Выбили всех. С девайсами теперь проблема. С экономикой теперь у Юнайтед проблема. И вот это только начало, по идее, карты Деймираж. А уже 4-0. Ну вот, что же делать, как же быть? Пока не ясно. Пока непонятно. Но вот попробуют, может быть, сейчас с деглами хотя бы пару минусов найти, чтобы экономику держать в напряжении у Ликвид. Но, кажется, нет. Вот Нав начал убивать. Я про него говорил на оверпассе, что он как-то куда-то пропал. А вот тут уже десяточку за 4 раунда, между прочим, настреливает. Марки. Подсаживается здесь на шорт. Посмотрим. Но, опять же, это только 3 дегла, 5 пистолетов, ничего. Вообще, здесь не должно быть для команды Юнайтед максимум фраг, максимум 2, но не больше. Ликвиды не должны вообще-то терять здесь девайсов. Потому что, ну, с одной стороны, экономика-то у них действительно хорошая. Там 10 тысяч у Нафа, по 5 тысяч в среднем у остальных игроков, тиммейтов. Но все равно, конечно, хочется иметь сильную-сильную экономику, в случае чего закупиться без проблем. Фрегазоид находит первый фраг. По второму попытался настрелять, но мимо. Лич его разминивает. Фуд вместе с Венити остаются последними игроками в живых команды Юнайтед. И Лич убивает Фуда. Венити последний на точке Б. Это пятый раунд для команды. Тимликвид очень хороший. Начало уверенное от топ-1 мира на своей карте. 5-0. Ну вот, теперь уже. Теперь уже видно. Тимликвид здесь. А что они могут? И как они играют? 5-0. Пока безоговорочно. Побеждают у нас кони. И остановить их не могут ребята из Юнайтед. Тотал по раундам. На второй карте. Больше 21,5. 1,65. Меньше 21,5. 2,15. Такие коэффициенты дает наш партнер по рематч. Ну, тут пока, конечно, по счету 5-0. Все больше складывается к тому, что тотал будет меньше. Как прогнозировал наш аналитик Андрей. Что это будет что-то около 16,9-16,10. Но пока даже на это рассчитывать не приходится. Правда, фрикозоид поджал. Разменяют его или нет? Ну, не без труда, но разменивают. И 4 в 4. Минута 34. На таймере шестого раунда. Ильич откидывает Молик на окно. Единственное, что там смог уже лежал. Молик, по сути, просто выкинул сейчас Ильич. 4 в 4. Нав уже зашел через пид. Постарается здесь найти какие-нибудь интересные позиции игроков команды Юнайтед. Но вот Купер на коннекторе со снайперской винтовки работает. Нав уже вообще в пленте. Говорит, слушайте, ребят, либо я, конечно, ничего не вижу. Но вроде никого вообще здесь нет. Давайте-ка вы ко мне аккуратненько заходите. И мы постараемся это уже забрать в свою пользу. Фуд откидывает на ковры Смок. Смотрит проход. Никто не знает, конечно. Никто не знает, что Нав уже прошел. Он не топал, не давал никакого, не знаю, шильного выстрела или гранат. Поэтому здесь Нав может отыгрывать эту позицию очень-очень интересным образом. Ну и он идет дальше. Будет сейчас, возможно, даже на КТ заходить. Либо коннектор увидит. Но нет, Купер не увидел. Он вроде должен был увидеть дул АВП, но резко перевел. И, понятное дело, это нам видно. А вот у него там с этим были проблемы. Но перестреливает Ванити, который ничего не ожидал вообще. И шел просто-напросто с Б базы. Твист грамотно ловит тайминги. Но это не тайминги. Это профессионализм, между прочим. Пока там стреляются, уже где-то на КТ кипишу у E-United пошел. Начали информацию давать. Купер, понятное дело, развернулся посмотреть, что там происходит вообще под этой А-базой. А тут, пожалуйста, твист. Ну, почти минус 2, да. Не получилось. 46% здоровья остается у него. Нужно засейвить два девайса. С деньгами это проблема. Это 6-0 для Team Liquid. И пока ребята идут к своей победе. Тут, кстати, EDR 188 за 5 раундов у Nafen. Ну, уже 157. Ну, да, не такой хороший. Ужасный. На 174. Отвратительный, просто отвратительный EDR. Кошмар. 13 на 1 у нас идет парень. С КД 13 идти, ну... Да. Шутки шутками, друзья. 0-6-0 до команды Liquid. Первая тактическая пауза у нас. Для United, разумеется. А у нас Liquid вообще не брали, получается, тактических пауз. В рамках этого матча какая бы там не была сложная ситуация для них на оверпассе. Все под контролем. Действительно. У, топ-1 мира. Но, кстати, у нас будет в следующем Best of 3 играть топ-2 мира. Вот. Поэтому сегодня матчи действительно интересные, друзья. Один за одним. Еще и Винера будут третьим сегодняшним матчем на основном канале, разумеется. Ну, а, кстати, на параллельном канале там G2 Sense играет. Тоже невероятно интересная схватка. И непонятно, кто окажется сильнее. Но пока у нас вторая карта. Вторая карта Liquid против United. Уже 6-0. Будет закупка для United. Есть 4 винтовки. Один коллаж Тремки и фармганчик для Венити. Это Юм. Ну, вот марки врываются уже на мид своими тиммейтами. Здесь Нитра. Нитра одного убивает. Знает, что где-то еще тут два игрока должны быть. Марки убивает. Но не попадает Нитра. Его должны хранить. И марки двоих забирает. А вот уже большинство. Для команды United 4 в 3. Им можно постараться забирать этот первый раунд для себя. Ну, не такое уж, конечно, и хорошее большинство. То есть 3 в 4 можно раскрутиться. Тем Liquid и раунд забрать. Тут под А базой никого абсолютно. Заходи, доставь. А Венити сейчас рискует здесь потерять себя и потерять свой девайс. Поскольку здесь рядом Нав, который... Ну, вот, который падает. Я же хотел сказать, который божит. А тут Венити божит. Потому что с Юмпа просто двоих забирает и первая, и вторая. Лишь... Ну, да. Первый раунд все-таки для United. При том, что первый раунд-то уверенный. Выживают 4 человека у United. И это очень и очень хорошо для их экономической составляющей. Денежки начнут сейчас капать. Главное, чтобы этот раунд не стал последним. Ну, или, так скажем, чтобы не последовало за ним череды победных раундов от Team Liquid. Нужно парочку, два, три взять. И вот тогда уже можно поговорить о том, что дела пойдут в гору. Ну, а так Team Liquid уже за атаку 6 раундов взяли. Все раунды уже, которые будут они брать на первой половине, это уже огромный плюс для них. И, конечно же, при смене сторон будут чувствовать себя еще комфортнее. Там у Купера игра пока не идет. Вот на предыдущей карте прям тащил, прям красавчик. А тут 0.1.6. Ну, не складывается пока. Возможно, еще мы увидим, потому что карта Мираж только-только по сути начала. Здесь тюйтуки 42 хп у него остается. Ой, какой-то мув прям был не до конца оправданный. Пойти в молик. Осталось у него 40 хп. Его просто игрок с шарта забрал. Ну и вот 5-3. На ровном месте. Все ликвиды теряют двоих раков. И сейчас в большинстве Юнайт. Здесь открывается фриказоид. Попадает по нафу, но не смертельно. 74 хп у него остается. Ой, тут каешка неприятная. Конечно, не она ему снесла 90% здоровья. Но все равно очень неприятно. А вынити убивает Вистану. Нитро троих забирает. Два хссг одного Смолика, который вообще там параллельно горел. И по итогу 2 в 2 вот такая вот ситуация. Опять же, можно сказать ни с чего. Для команды Ликвиды можно это забирать. 2 в 5 ситуация превращается за секунду. Буквально 2 в 2. Сейчас и Юнайт, я более чем уверен, просто не понимают, что произошло. Почему так и что делать. Идти выбивать, конечно же. Пытаться, пробовать. Купер держит на прицеле, но не туда смотрит. Наф еще и стрейф сделал, еще информацию знал. А они будут смотреть вообще не туда. Нитро чуть-чуть туда и все. Это 2 в 5. И Юнайт отдали, ну не то чтобы свой раунд, но... Но свой раунд. Ну было бы вот прям очень хорошо, если бы они этот раунд забрали. Это тот самый стрик по победам, про который я говорил. Что забрав один раунд, ну ничего не поменяется. Экономика ваша никак закрепиться не сможет. Да, у них сейчас баи, но если проигрывают, это снова проблемы с деньгами. И так до конца уже будем смотреть этот мираж. Это 7-1. Браво, Ликвид, молодцы. Очень классно Нитро сыграл. И первого, и второго. И Молик прокинул в него такое ощущение, что просто сам игрок забежал защиты. И просто сгорел в нем, подарил еще и килл. Но просто мы не видели в тот момент, как там все-таки это все дело произошло. Поэтому утверждать понятное дело не будем. Нитро минус фрикозоид. Продолжает. Четыре фрага в прошлом ему мало было. Ну и вот продолжает еще и в этом раунде уже убивать для своего коллектива. Находит фраг по фрикозоиду. 5-4. Ребята из команды Ликвид должны забирать четырех игроков. И уже в любом случае выигрывать первую половину на карте Демираж за атаку. Здесь Элитш в коннекторе. С Тью-2Кей на шарте уже в пристройке. Заходит. Может на мид пойти. Вообще у него очень много вариантов. Вот как раз таки он сейчас смотрит минус. Здесь фут отходит по таймингу неплохо. Не стал подставляться под своего оппонента спиной. И Элитш очень-очень серьезно контролит ребята из команды Ликвид карту на данный момент. С Тью-2Кей просматривает минус. Здесь фут выйдет. Опять же какой-то плохой тайминг. Для него все, смерть. И вот о чем и речь, да, С Тью-2Кей? Ну вот захотел. Просто выглянул. Лазис фут, бац, фраг. Пять в три. Там уже Венити. У него очень мало процентов здоровья. Восемь хп у него. Здесь Марки с Купером остаются вдвоем опорниками Аплента. Венити запрыгивает сейчас на своего тиммейта. Точнее Венити вместе с Марки. Да. Падает. И отходит чуть-чуть подальше. Но выход-то уже от команды Ликвид на Аплент. Бомба устанавливается. Пять в три. Большинство он за Ликвидами. Ну и первая половина должна уходить в их пользу. Да уж. Здесь прям сложно. Вот теперь понимаем, что происходит с Юнайтед. Понимаем, что в АИАх грустно. Потому что, ну, вот такой, наверное, игры мы ждали на Аверпассе от Юнайтед. В плане того, что даже не игры, а такого счета. От них. А счет был другой. Там они удивили, а тут пока удивить не получается. Тут 0.1.7 на Купере, к сожалению. Все никак он не попадет в своей снайперской винтовке. Вот может быть сейчас. Да. Расчехляет все-таки свою статистику. 1.1.7. Но, понятное дело, что статистика плохая. Но какая есть. Тут уж ничего не попишешь. В четверых остается Тим Ликвид. Коэффициент от нашего партнера Паримач на вторую карту на победителя. 1.03. Тим Ликвид. Юнайтед 10. Красивая десяточка у Юнайтед. Но пока грустновато. Смотрятся ребята на карте Мираж. 8.1. Если бы не тот один раунд для Юнайтед, можно было бы вообще говорить, что в сухую идут ребята из команды Ликвид. Уже забрали первую половину. Но Купер быстренько забежал на шорт. Здесь никто пикать не будет. Не собирается для команды Ликвид. Ребята отыгрывают немножко иначе. Два игрока под Аплентом. Один в апартаментах. Точнее в Пелосе. Другой из Пита будет контролить эту самую позицию. Но Африказоид также откидывает смог на Пелос. Минута 25. Все как-то вот пытаются позиции просмотреть. А Ликвиды просто вот они не заропятся никуда. Они просто стали на позициях и ждут. Просто ждут своих оппонентов. Пока те выкинут гранаты. Понимают, что с закупкой, с маками там могут быть проблемы и флешками. И ребята вот так вот, скажем так, не то чтобы перетягивают, но играют на нервах своих оппонентов. Купер. Палит, что он находится на шарте со снайперской винтовкой. Делает выстрел и отходит немного далее. Просматривает стул Ильич с Пелоса. Ждет возможный пик своего оппонента. Гораздо таки под Пелосами есть фут. И там может быть история очень неплохая, если не зачекают ребята из команды Ликвид эту позицию. Вот Наф уже зашел на свою любимую позицию. 43 секунды. И выход мы с вами увидим, друзья, под точку А с плитом. Ну, должные вроде как, да, тут Ильич замечают у нас сутки. Игрока под деревяхой перестреливают его. Там еще и Купера находят того самого, который никак не включится в это противостояние именно на карте Демираж. Фрикозоид пока первый, кто делает килл. Да и, в принципе, у него девяточка. Он прям вот за эти 9 раундов дает жару. Хотя бы кто-то из команды Юнайтед. А вот у остальных проблемы. Сейчас и Марки вместе с Фрикозоидом вдвоем остаются. Перестреливают Нитро вот так вот просто Марки, который заходил. Со спины вроде как казалось, потому что он был во вражеской яме. Но все это дело контролили, все это дело ждали. Фрикозоид против Нафа. И Наф вот так вот просто снизу вверх перестреливает и этого игрока. 9-1, господа. 9-1. Счет у Юнайтед. 1-2-3-5-9. А тут, да, тут у Нафа 16-2, 11-1. Вот 27. Между прочим, уже на двоих не стреляли. Утилити дэмэдж. Идяр. Ну, вот 141 у Нафа, конечно, более-менее можно выделить. Потому что хороший средний урон за раунд. 11-й. Смотрим только диглы от И Юнайтед. Выход на 10-й. Для Ликвид здесь Купер. Попадает по Сьюин. 61 хп у него остается. Но отходит немного далее. Фуд в коннекторе. Приказоид старается здесь на шарте как-нибудь найти интересно через Маки подсадочку своих оппонентов. Заметил одного. Видит голову по второму. Не попадает. Разумеется, отходит немного далее. Ильич перестреливает Марки с СГ. 29 хп у него остается. Но проблема с хп это второстепенная история. Здесь главное просто перестрелять оппонентов. Да и выиграть себе свой спокойный 10-й раунд. Раунд. Фриказоид. Все-таки нашел фраг по Ильиджу. Причем нашел красиво. Хедшотом. Бомба на Б пленте устанавливается. Фриказоид. Здесь неподалеку. С деглом находится. Горит, 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 горит. 30, 29 хп. Его убивает Сьюит Укей. Слышал все это дело. Ну и 10-1. В любом случае Купер, конечно, красивейшим образом убивает Нитро. Может быть даже и винтовку. Следующий раунд преподнесет. Но от этого раунд ребята из Ликвид не проиграют. Да и не факт, что дадут унести в следующий раунд. Там вон Наф выехал. Дочекают или не дочекают. Кстати, он вернул свой авик. Да, он вернул свой авик. Который когда-то там давно отдал. В каком-то раунде. Ждет здесь Нафа. Но непонятно, встреча произойдет это или нет. Происходит. Но чудом выживает. Просто чудом выживает Купер. Потому что по Нафу он промахивается. А вот Наф серьезно накоцал его. 10-1. Продолжается. Продолжается у нас некое избиение. Не знаю, как еще по-другому назвать этот процесс. Потому что ну совсем уже легко стало для коллектива Team Liquid в атаке на карте The Mirage. Это их пик. Для тех, кто только что к нам присоединился. Это ESL One. Нью-Йорк 2019 года. Студия RUHUB. Для вас комментирует Александр Закраги-Думенко. Меня зовут Алексей Пчелкин. Первая карта ушла. Коллективу Team Liquid со счетом 16-12. Это был оверпасс. Сейчас смотрим Мираж. Пик коллектива Team Liquid. И счет уже не буду говорить какой. Просто скажу разгромный. Да, так и есть. Очень и очень плохо сейчас для United. Один раунд всего забрали из 11. Ну и нужно, конечно же, им здесь... Ну, давай представим вот идеальное событие для команды United. Что им нужно взять, чтобы как-нибудь еще потягаться на этом Мираже. Остальные 4 раунда. Чтобы был счет 10-5. Но это практически невозможно. Ликвиды невероятно сконцентрированы и летят просто вперед, забирая каждый раунд. Отыграя от каждой позиции. Ну, тут интересный момент. Купер должен попадать, но... Ой-ой-ой, какой тайминг плохой для него. Убивает его Стюит О'Кейт. Твист также хоронит марки. Фу-твой низ тайминг. Только Фриказоид здесь делает враг. Кстати, Фриказоид 11 на 10 идет в плюс. Очень-очень интересно. Как ему так удается вообще. Но помним, что он действительно хорош. М-очка у него. М-очку вынят. Может быть, постараться просто ее засейвить. Но... А что сейвить? Каждый раунд не получится. Да и вообще раунды нужно забирать как-нибудь. Но этот уже не взять никак. 11-1. Еще один раунд ребята из команды Team Liquid забирают. И проблем, разумеется, по экономике у них нет. Вот и когда нужно сейчас просто всем вместе бежать. И стараться закрывать игроков. Это выняте. Вот, да. Выняте сразу же падает. И Фриказоида постараться закрыть. И, в принципе, найти свой фраг. Лидж не торопится. Но хотя, опять же, ну а чего? Почему? Почему бы и нет? Денег очень много. Раундов всего три остается. У вас 13 тысяч у Нитро. Там за 10 тысяч у всех почти. Ну вот и Лиджа 9 тысяч только. Это меньше всех. Экономика у команды Team Liquid. 11-1, друзья. Три раунда. До конца первой половины. Счет, ну вот, три единицы на табло. Помнишь, у нас был счет на оверпассе 11-11. Но что-то мне подсказывает, что здесь такого и близко не будет. Просто вот так вот уже под А-базу на плюс В побежали ребята. И перестреляли двух игроков. Они сопротивляются, но недолго. Завирают и его так же. 4 в 2 ситуация. Марки и Фрикозоид остаются вдвоем. Фрикозоид у нас с КТ. Нет, никого не забирает. Все-таки, а это чуть ли не единственная надежда по фрагам сейчас коллектива и Юнайтед. Вот сделали минус 2, но и что? Там сколько денег? 16 тысяч, 16 тысяч, 16 тысяч. Миллионы у Team Liquid просто в карманах лежат уже невероятное количество. Тотал по раунду. Ну вот такие вот тоталы, да, от нашего партнера при матче. На тотал больше 19,5, 1,87. Меньше 19,5 тоже 1,87. 19,5 это получается 16,3. Чтобы зашел меньше и 16,4, чтобы зашел больше. 3 и 4 раунда, друзья. Это, ну не знаю, это очень сильно. Я такого действительно не видел давно, по-моему. Ну вот, посмотри. Нет, я недавно видел на азиатских квалификациях. Тайлу играли. Вот, там был счет 15,1, 15,2. А, 16,1, 16,2. Вот, ну здесь не знаю даже. Вот вроде марки. Нашел у нас твистца. И сейчас ситуация 5,4. Юнайтед в большинстве. Вот оно как. И сейчас попытаются большинство это разыграть. Но мы уже видели, как они отдают 2,5. Поэтому вот это вот большинство 5,4. Я даже пока и не думаю, что оно какое-то такое дискомфортное для Team Liquid. Потеряли одного, но ничего страшного. Сейчас будут вчетвером пытаться разыграть этот раунд. 15 секунд на таймере. Бомба находится в пяту. Нам будет выходить с ковров. Выняте заметил игрока. Возможно, даже эта бомба была. Фут на стерзах. Здесь пытается абсолютно все позиции так же чекать. Интересно, конечно, отыгрывает Юнайтед в этом плане. Ну вот, Викозоид заходит. Вандер. Лидж не услышал сейчас топ от Фрикозоида. Хотя он буквально два шишка, но не на шифте прошел. Здесь ответка от Нафа и Стюит Укей. 3 в 3 ситуация. Бомба уже заходит на плен. Секунду на секунду должна ставиться. Купер находит фраг по Стюит Укей. Его уже на бомба. 2 в 3. Наф и Нитро смогут либо тащить. Есть Молик. Для Нитро может откинуть на поздние тайминги на бомбу. Но все-таки решает откинуть на Дельпан. Это было отличное решение, потому что находит он фраг по Куперу, который выходил из этого самого Молика. Марки и Фрикозоид вдвоем диффуз-китов нет. И, по всей видимости, 13 раунд не за горами для команды Team Liquid. Ну что, улучшат сейчас статистику Нафа. Первый. Нет. Второй. Не получилось. Фрикозоид бежит уже на плент. Нужно что-то делать. Нужно пытаться как-то дергать. Ну а там Нитро на опыте просто прыгнул, посмотрел. Отошел, вернулся. Вот сейчас еще раз ногу увидел. И он Фрикозоид увидел. В общем, понимает, что все. Раунд выигран. 13-1. Нитро отходит. Фрикозоид отходит. Засейвить хотя бы Акасово в седьмой. С деньгами-то проблема, господа. Огромнейшая проблема у E-United. И это последний раунд первой половины. Ну что, двоечка будет у E-United? Пока не намечается. Если честно, по такой игре, да, в меньшинстве были ликвиды в прошлом раунде. Все, он так был за E-United, но это не принесло никаких плодов для них. 13-1. Пятнадцатый раунд мы с вами смотрим. Здесь юмпик для Венити, Фамасу Фуда. Ну и три винтовочки. Но эти винтовочки пока не всегда работают. Фуд с ножом на шарте в смоке. Так. Мне прям интересно, что дальше будет. Вот он стоит такой. Нитр находит его в смоке. Это 5-4, друзья, большинство для команды Team Liquid. Вот стоит он в смоке. И все. А больше не стоит. Да, и все. Марки также отваливаются. Купер 6 хп. Лишь. Нав. Ну, Total Domination. Team Liquid. Фриказоид. Вот тот самый, который 14 на 11 настрелял. А больше ничего. И 14-1 счет. Вот 14-1 счет. Фриказоид 14-11. Что-то в этом есть похожее. Баланс, как говорится. Но имеем, что и хотели. Топ-1 против топ-50. Ну вот вам, пожалуйста, наглядно. 14-1. На своей карте Team Liquid отлично себя чувствует. Вот все, что могли показать нам и United, это оверпасс. Но там было интересно. То есть первая половина вообще была просто божественная. Это было интересно смотреть как Counter-Strike. Здесь не было какой-то доминации. Ну, на Мираже все очень просто. Вот пистолетка. Да, мы вспомним Фриказоида, который сделал три фрага, по-моему, в этом самом пистолетном раунде. Он забрал, да, еще и вот такого красивого нафа. Ну, а дальше все. Мы ничего не видели. 2 в 4, 2 в 5, по идее, они отдали два раунда. Да, вот так вот обидно. Видим мы с вами хайлайты, но в большинстве с вами мы видим, ну, только хайлайты от команды Liquid, разумеется. Один раунд всего взяли United. Вот этот даже, по-моему, где Нитра убивает Фуда, да. И здесь Марки, по-моему, забрал двоих сразу же. Да, память у меня еще не изменяет. А вот тот раунд, где 2 в 5. Точнее, там 2 в 4 нам вроде показали, но там 2 в 5. По сути, ситуация была, и забрали Team Liquid. 2 в 5, 2 в 4, и любое меньшинство, которое было, они забирали практически. Вот только тот самый раунд, где отличились и United, когда они топ-мидл поджали. Там три игрока было, получается, поджали. Ну, там Нитра, наверное, его немножечко подарил, потому что промахнулся много. Очень много савика промахнулся, поэтому и United и забрали этот раунд. Так бы, если сейчас Нитра на топ-мидле не промахивался при счете 6-0, то не было бы никакого 1-6, скорее всего. Но United мы не видим, к сожалению, на карте Демираж. Поможет ли смена сторон? Не думаю. При такой игре не думаю. При том, что сейчас им придется атаковать. Атаковать нужно структурированно. Атаковать нужно с хорошими стратегиями, с хорошими сплит-заходами. Есть ли это у United на карте Демираж? Сейчас все может закончиться буквально с пистолетки. То есть выигрывается пистолетка ликвидами, дальше хороший бай. Опять же, если они не будут, разумеется, ставить бомбу, их оппоненты, то окей. Если же United заплентит бомбу, тогда мы, может быть, увидим с вами какие-нибудь Калашниковы, Калашниковы, еще какие-нибудь Галилы и тому подобное. И да, тогда шансы будут. Но, опять же, ликвиды хороши. Вот это абсолютно не первая карта. Ребята сейчас выше на голову, на 2, на 3. Не знаю, насколько голов, друзья, пишите в чате, по вашему мнению, насколько голов сейчас выше своих оппонентов. Но то, что они, скорее всего, здесь разгромно, действительно, заберут вторую карту. И будет 2-0 до них, наверное, уже не составляет вопроса вообще ни для кого, кто смотрит этот матч. Да, без интриги, к сожалению. Вот аналитики говорили что-то там про 16-10, 16-9. Громов просто говорил про 2-0. Ну, ТМ меньше будет. Можно сказать, что были правы. 2-0 будет. Поэтому тут с работой со своей справились. Правда, вот про 9, про 10 раундов это, конечно, загнули. Тут у нас ребята из коллектива и United на это пока рассчитывать не могут. Вот. И у нас с вами смена сторон произошла. И будем смотреть второй пистолетный раунд. Have fun, Венти написал. Да, тут остается только получать удовольствие уже от этой игры. Как мне кажется, 21 на 4. 5,3 кд, 139 средний урон за раунд у NAV. И к нему идут. К нему идут. Это выход под B и NAV. NAV не попадает по фрикозоиду. Попал на 12 хп только. Нитр откидывает флешку. NAV приходит на шорт, там прыгает. Марки не знаю зачем, но он все-таки прыгал там на этом плейнте. NAV убивает его. NAV как будто в тир пришел. NAV просто с этого шорта стоит. Никто по нему даже не стреляет. Подсаживает он своего тиммейта. Это 4 в 3. Кстати, бомбу установили уже ребята из команды. Знаете, сзади заходят стиль. Други не попадают почему-то ликвиды в этом раунде. Фут с Венити делают по фрагу. Ну и сложно будет. Есть диффуз-киты, правда, у Твиста. Вместе с Элиджем он здесь действует. И Фут открывает, сбивает Виста. И Фут открывает, сбивает Элиджа. Это 3 фрага для него. И это второй раунд для команды. И Юнайтед по всей Вените. Мираж мы с вами еще немножко посмотрим. Кстати, коэффициент нашего партнера по рематчу. Победитель на второй карте. Ликвид 1.03 и Юнайтед 10. Тут пока неизменно. А Фут сделал трипл килл. И у него счет 5.14. А до этого был 2.14. Как тебе такое? Весьма интересно. Захватывающе. 14.2. И вот, кстати, три Мак-десятых для Фриказоида, Купера и Марки. Есть Калашников для Фуда. Венити с Галилом. Ну и вот он, возможно, третий. Но ликвиды здесь форсируют события. Есть три дегла. Чешка для Нитро. МП-9 для Напа. Кстати, Купер уже убивает Элиджа. По Нитро есть информация. Сделал он фраг. Так остается Рудовым. С макетом забежал. Но его Купер на ходе также. Это 4-3. Нужно устанавливать бомбу. Нужно выигрывать третий раунд. И, возможно, четвертый потенциально. Потому что это был форс-раунд. Но, во всей видимости, ликвиды его проигрывают. Но смотри, какое интересное решение. Они идут втроем сейвить то, что у них есть сейчас. Ну, пусть засейвят. Тим Ликвид могут отдавать тут... Не знаю, сколько. Хоть пусть 10 еще отдадут вообще. Неважно. Они свои два раунда все-таки за защиту найдут. Ну, это понятное дело. Просто вопрос, когда они это сделают. Верим ли мы в камбэк со счета 1-14 до 14-14? Я, если честно, нет. Если кто-то в чате верит в такой камбэк, обязательно напишите. Как говорится, пусть народ знает своих героев. Ванитит. Да, фу перестреливает. Правда, на размене все-таки марки выходит и забирает этого стрелка. Еще и девайсик вот такой вот. Бум. Забрали в конце. И получается, что у нас у Твистса есть МПшечка, Диггл, по 250 еще один Диггл и Юспу Нитро. Нитро закупает гранату. Кстати, сейчас есть три ХЕшечки. Может быть, мидл прокинут, и это будет интересно. МПшкой четыре пистолета. Только у команды Тим Ликвид смогут ли с таким девайсом... Вот, долетела ХЕшка неплохо. А где еще? А где еще две? Еще две? Они вот, смотри, у Ильи же у Ниты сейчас тоже полетят как-нибудь. Я думал, они с окна сразу три прокинут. Вот это был бы фейерверк на миду сейчас. Жалко, ну ладно. Ну нет, это было бы слишком красиво. Все-таки... Кстати, откидывают ХЕшку, там еще и пострелял. То есть, вот ты видишь, слева вообще ХП очень сильно убавилось у ребят из команды Юнайтед. Четыре игрока очень сильно потерпели. Вот они, кстати, две ХЕшки. Но потенциально могли залететь, но чуть-чуть по таймингу не срослось для игроков. Купер был ровно в противоположном углу. Венити стреляет под весу. Здесь Ильич, кстати, на интересной позиции. Может он здесь что-нибудь с этого дегла придумать. На 24 на 6. У него 4 КД. И он его увеличивает еще на 1 фраг. Делает он по Венити. Этот самый живет максимально. Здесь выход будет от команды Юнайтед на точку А. Купер не перестреливает веса. Это 5-3. Большинство. Стюи убивает еще и Фрикозоидов. Фуд на размене. Стюи не убивает еще и Фуда. И лишь убивает своего тиммейта. Марк убивает Элиджи. Остается последний против двоих. Это Стюи. И Нитро нужно подобрать бомбу. А сзади есть Нитро. Вот такие вот красивые картинки. Да-да-да. И Нитро будет убивать его. 15-3, друзья. Это 12 матч-поинтов для коллектива Team League. Ну вот, видишь, отдали первый, отдали Форс. А потом вроде денег еще меньше должно было стать. Но они закупились. И они забрали раунд. Вот тебе 15-12. Вот тебе и интересный Counter-Strike. Ну что, Сашка, камбэк? Конечно. Но, наверное, не в этом матче. Хорошо. Раз не в этом, будем ждать камбэка каком-нибудь в другом. Тут у Купера появляется АВП. Правда, АВП у него на карте Дэмми Раш. Ну вот, как-то не стреляет. Как-то вот просел у нас парень. Купер не нашел своего места здесь. Стюй занимает окно. Элиш начинает поджимать. Стюй, кстати, Купер, который открылся. Он его перестрелял. Элиш также заходит. Перестреливает у нас игрока, который стоял. Никого не трогал на топ-мидле. Нитро тоже сделал свой килл. Два игрока. Фриказоид и Фуд остаются вдвоем. Два опорника. Точнее, два атакующих под. А базы. А бомба где? А бомба лежит очень-очень далеко. За ней придется идти. Бомба на топ-мидле. И вот Фуд и Фриказоид вдвоем пойдут. А там уже закрыты дороги. Тут уже Элиш контролирует Т-спаун. И должен закрывать и первого, и второго. В идеале, понятное дело. Фриказоид раз. Фуд. Пока поживет. Лежит. Нет, все, не поживет. 16-3. Тим Ликвид. Те самые Тим Ликвид, про которых мы и говорили. Топ-1 против топ-50. Вот теперь показывают, какой это топ-1. Ну, сейчас опять же в чате начнутся разговоры. А против кого показывать? Это же и Юнайтед. Но зато вот второй матч, как и хотели. Чисто вот такой вот... Разгромный. Разгромный матч. Ну, ладно, пусть будет разгромный. Хотел как-то немного защитить Юнайтед, но ладно, не буду. Пусть разбираются наши студии аналитики, что пошло так, а что не так. На самом деле, да, грустная совершенно ситуация. После первой карты ожидалась намного лучшая борьба. Но, к сожалению, американский коллектив против Ликвидов ничего не показал. Да кто здесь американский, часто с меня спросишь. В общем, Юнайтеды не были готовы к миражу. Явно видно, что Ликвиды на своей любимой карте показывают очень-очень высокий перформанс. Повтор. Что повтор? Предыдущего матчапа. Только в обратный счет, в обратную сторону. Ну, опять же, из того, что мы с вами видели на мираже, это постоянная врыва за атаку от Ликвид на Аплент. Я вообще был в шоке. Они, наверное, раз туда 8 ворвались точно. И это были не какие-то очень сложные сплиты или же дополнительные какие-то фейк-раунды. Это были топорные, Раши, на Аплент. И Юнайтед с этим не могли вообще никаким образом справиться. Вопрос, почему? Опять же, остается открытым. Мы с вами прекрасно видели, как на оверпассе Юнайтедам удавалось сдерживать и перестреливать. И Лиджи, да. А ныне сказали о том, что на первой карте выпал Нав вместе с некоторыми товарищами. А здесь Нав просто настреливает чудовищную статистику. Там 4-3 плюс КД. Это лучше его карта? Дело не в том, что это лучше его карта. Дело в том, что команда Юнайтеда так и не смогла найти подход к нему. И действительно, на контрасте с предыдущим матчапом довольно странно все это дело выглядит. Но, опять же таки, победителей не судят. Я считаю, что Ликвид действительно вот должны именно в таком ключе были играть и оверпасс, но и сейчас отыграли Мираж довольно достойно, что, в общем-то, показывает их топ-1. На самом деле, очень крутую пистолетку провели Юнайтед, но ее можно разделить на две части. Первая это Паджо Мидл, а это трикозоиды минус 2, а вторая это ретейк 2-3. Ты про вторую пистолетку, конечно. Нет, про первую. Про первую? Да, они должны были забирать первую. Они ее проиграли, да, поэтому я говорю, что на две части. Они начали очень круто с трех минусов. Была на некоторое время ситуация 5-2, но они ее слили потом установщиком бомбы на B. И то есть 2-4 или даже 2-3 команда Ликвид переиграла своего оппонента. Ну, дальше последовал Форрес, который проиграл Юнайтед, ну и уже пошла гегемония. И причем вот Ликвиды, вот я вот немножко с Андреем не совсем согласен, что постоянно выходили, они вот все-таки больше, что на сплит-бэ. Постоянно претендовали команда Ликвид, занимали Мидл, по-моему, вообще ни одного раунда не было, когда они без андерпасса либо Мидания сыграли. То есть и очень быстро на ноге дальше выходили, выходили, выходили. Команда Юнайтед, такое ощущение сложилось, что не знает, как работать против быстрых раундов. То ли не способствует экономика, да, у тебя недостаточный гранат, чтобы остановить этот быстрый врыв на базу B через ковры. Либо же просто не знаешь, как контестить Мидл против команды Ликвид, которая на ноге вылетает, под смог на старт, и просто занимает эту карту, занимает, точнее, центральный коридор, и Юнайтед отдают. Отдают любое пространство от команды Ликвид в атаке, что, опять же, ну, нельзя, нельзя давать команде такого уровня, как Ликвид, разыгрывать свои раунды. Пистолетка, вот тому яркое подтверждение. Фриказоид просто неожиданно врывается на Мидл на старт, дает две головы. Ликвид, я больше, чем уверовал, они были, ну, офигевшие. Испугались. Ты куда, дядя, ты куда тулишь? Раму тупо свою собрал и летишь. Так, ну, это жесть. И вот так должны были играть Юнайтед против команды Ликвид на всей первой половине. Помните матч Авангар против Астралис в рамках гранд-финала Мажора на Инферно, когда парни вообще ничего не могли сделать? Как только начали поджимать второй мидл, ребра, занимать, то есть, ковры, все, начало получаться, Астралис начали где-то осаживаться, им не дали раскинуть нормально, им не дали сделать полный раунд, и вот этим брали Авангар, да, потом, правда, нашли, как это все дело контрить команду Астралис. Но здесь Юнайтед даже толком-то и не попытались. Они играли в свой какой-то закрытый диффенс, который им просто, ну... Не смогли навязать игру, банально. То есть, Ликвид тут задавили. Да не то, что здесь даже навязать, здесь навязать бы и не дошло. Хотя бы дать отпор. То есть, типа, чуваки, вы так сюда просто не зайдете, а они просто... Бежим на базу Б, бежим на мидл. То есть, ну, типа, ну, камон, такое ощущение, что на матчмейки не зашел. Если бы у меня такая же катка сегодня была. Только он ее проиграл и... ФП или два? Просто два. Да. Просто два. Нет, это на ММ было, на глобалах. Скрытый выпендрек. Да, и этот человек проиграл катку ботом. Ой, простите. Да, и бота зовут Андрей Кересман. Если что, соответственно, друзья, сейчас на правильной трансляции как раз нам показывают сетку. Соответственно, Team Liquid у нас будет играть сегодня. Против коллектива, еще и против тех, кто выиграет G2 или N. Соответственно, G2 у нас уже имеет первую карту. Напомню, там с допами завершилось противостояние на ДДС-2, 19-17. Сейчас идет шпилка на нюке. 5-4 там счет. Можете зайти на CSR Hub 2 и посмотреть за ней в комментировании от Слипа вместе с Мингадом. А у нас, соответственно, сейчас будет группа B. И там противостояние Астралис-Оптик, Face Evil Genesis. И мы прервемся на маленькую паузу для того, чтобы дождаться начала Астралис против оптик. Астралис-Оптик